Схема транспортного обслуживания населения в Ешкарале в ближайшее время будет пересмотрена. В администрации города заказали новую схему движения общественного транспорта по Волжскому государственному университету с учетом новостроек, новых микрорайонов, а также пожеланий самих ешкаролинцев. Таким образом, уже в начале следующего года будут сформированы новые маршруты, а значит и подписаны новые договоры с перевозчиками, где, кстати, за изменение маршрута движения будут прописаны штрафные санкции. О системе перевозок в целом вопросы напрямую адресованы министру промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мариел Вячеславу Пашину. Вячеслав Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. В редакцию нашего телеканала поступают звонки от ташкаролинцев с жалобами на организацию транспортного обслуживания населения в городе. К примеру, взять частников, которые выбирают в основном денежные маршруты, зачастую не охватывая окраины города или те направления, которые им не интересны. В данном случае существуют ли какие-то штрафные санкции и на ком лежит ответственность? Рынок, к сожалению, пассажирских автоперевозок еще не обозначен законами Российской Федерации. Есть устав, принятый в 2007 году, но нет закона о пассажирских перевозках, где бы ставилось все на свои места. Безусловно, и министерство расторгало с нерадивыми перевозчиками договора, и администрация города тоже привлекает к ответственности перевозчиков. Еще одна проблема – использование единых социальных проездных билетов. Частные перевозчики объявили, что перевозить пассажиров будут лишь по проездным, изготовленным ООО «Пассажирские перевозки город». Ответные действия предприняли и представители муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт». Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Были попытки частных перевозчиков действительно не провозить по проездным билетам троллейбусного транспорта, что является грубым нарушением. Министерство выдало предписание частным перевозчикам на неправомерные действия, причем это не все, а только небольшая часть их, такой демарш был применен. И, соответственно, прокуратура также выдала предостережение перевозчикам. В погоне за рублем перевозчики совершенно не думали, какое напряжение, какой осадок у ветеранов. Вот это, конечно, вот эта ситуация. Поэтому с первого числа, безусловно, все перевозчики перевозят. У нас сейчас два вида проездных троллейбусного транспорта и автобусного транспорта. Здесь все равносильны и действуют так, как гласит законодательство Республики Мариэл, то есть по городу Ишкар-Лай, Медведевский район. А как вы считаете, не пришло ли время менять систему перевозок в целом, к примеру, ориентируясь на опыт соседних регионов? Да, действительно, сеть, по которой движется пассажирский автотранспорт, включая и троллейбусы, она сложилась еще в прошлом веке и требует пересмотра. Сейчас администрация города Ишкар-Лай заказала исследование и составление карты маршрутов по городу Ишкар-Лай в нашем технологическом университете. После принятия решения собранием города Ишкар-Лай будет пересмотрена вся сеть маршрутов с включением новостроек, куда сейчас просто не ходит транспорт. Что касается республики, республиканских маршрутов, то были те маршруты невыгодные, малонаселенные, те, от которых отказалось, обслуживание которых отказалось еще пассажирские перевозки, государственные предприятия. Сейчас нами объявлен конкурс на 9 таких маршрутов по республике и предусматривается, что в этих маршрутах, так как они выходят за пределы Медведевского района, безусловно, мы говорим уже о республиканских маршрутах, то будет там предоставлена возможность льготной категории граждан проезда до трех мест. С июля месяца в регионе появилась альтернатива автобусным перевозкам. Пригородные поезда, отмененные ранее, пошли вновь. И если ЖД-перевозки окажутся популярными, направления их следования и расписания будут расширены? Отменено было перевозчикам, не нами, да, когда в среднем по всей республике, это включая Волск, это включая, значит, направление Казани-Шкар-Лай и Шкар-Лай-Иранск, двигалось сутки 133 человека. В сутки, а компенсация была, ну, просто астрономическая. Посмотрим, посмотрим по пассажиропотоку, ну, по крайней мере, это расписание, скорее всего, и сохраним на следующий год. Посмотрим насчет расширения. Вячеслав Петрович, а когда ишкар-Линцы услышат гул самолетов над Ишкар-Лой? В выпусках новостей информационной программы «12 новостей республики» мы уже не раз говорили о том, что вот-вот авиасообщение столицы региона с Москвой будет восстановлено. Но пока этого так и не произошло. С обеспечением безопасности у нас техники достаточно в аэропорту и подготовленный персонал. Но контролирующие органы там была одна старая пожарная машина. По решению главы республики были выделены деньги для приобретения новой. Сейчас она приобретена. Наш главный контролер, начальник управления Самарского управления гражданской авиации был на приеме у главы республики, где доложил, что полностью аэропорт готов к безаварийному приему воздушных судов. С нами, министерством, ранее заключен договор с авиакомпанией «Руслайн». И сейчас мы ждем где-то в пределах 20 июля возобновления рейса. Рейс будет также утром из города Ишкар-Лы, вечером из города Москвы. Шесть дней в неделю. Вячеслав Петрович, спасибо, что ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!